Сегодня у нас история грустная о том, как наша подписчица пыталась завести норку в дом. Она не хотела рассказывать свою историю о попытке завести норку, но не сдержалась. Когда-то она зачитывалась о содержании норки в доме и не поверила, что она может не справиться. А теперь до сих пор на глазу слезы наворачивается, когда пытается рассказать, как тяжело было расставаться в итоге с этим зверем. Да я только сейчас, спустя многое время, готова признаться, что переоценила свои возможности и силы, признается владелица. На тот момент ее ребенку было три года, но он не проявлял особого интереса к животным. Зато норчонок проявлял ужасный интерес к сыну. Щеночку было всего 2-3 месяца, но уже тогда он подкарауливал сына, нападал на него, шипел, раздирал руки и ноги в кровь. Просто нравилось это норке. Он даже ночью умудрялся забраться к сыну в кровать, хотя он был совсем крохой. Затем норочка начала грызть и хозяйку. И это при том, что она воспитывала его слепыша и носила на руках буквально 24 часа в сутки и выкармливала с пипетки. Закончилось тем, что сын начал бояться закрывать глаза, когда приходило время ложиться спать. И норку закрывали в клетке, и он выламывал решетки. И надо отметить, что с каждым днем становилось все ужаснее. Норки умеют истошно визжать, и он делал это на протяжении всей ночи. И выламывал клетку. А стоило протянуть к нему руку, как он шипел, истошно визжал и бросался хуже кошки. И в итоге хозяева были вынуждены его отдать. Я очень мучаюсь из-за той истории и порой даже ночами не сплю, говорит хозяйка. Как не воспитывай, норка всегда останется зверем. Это не кошка, не собака и даже не хорек. И если норка не ручная, то это дикарь, в прямом смысле слова. И это страшно. Этот норчонок, будучи в трехмесячном возрасте, мог порвать руку ребенка до мяса. Хозяйка не отрицает существование лояльных норок. Но стоит ли это детских слез, приобретенных страхов и загубленной жизни маленького зверенка? Ведь вряд ли у каждого, у кого не сложилась норка, удастся ее пристроить. Мне кажется, что нет. Я бы никого никогда не стала отговаривать, говорит хозяйка, ведь в свое время я сама никого не слушала. Но вот теперь я знаю, что дикий, пусть и маленький зверек в квартире с детьми, это страшно. И дело даже не в том, смогла бы я или нет, справилась бы или нет. На этом очередная история подошла к концу. Не забывайте, что в описании к видео будет ссылка на группу, где вы можете поделиться своей историей, на которую мы обязательно снимем видео. Так что делитесь своими историями, все ссылки в описании. Пока!